как относиться к верующим и бизнесу ну я могу перефразировать эту фразу так что верующие должны быть только наемными рабочими или перефразирую в древние в древнем смысле как мы читаем новом завете помните павел там советуют а кто призван рабом оставайся рабом не совсем он так пишет он говорит есть есть возможность стать свободным стань свободным так и здесь я думаю человек должен определяться кто он и что он но некоторые вещи не должны изменяться в нем то есть в его ракурсе все должно находиться понимание он под господом богом ходит стандарт стандарт что честно что нечестно и избирать правильный путь здесь нету что называется крутить мозги потому что если имеющий власть накажет тебя то это стыд будет для всех именно поэтому я считаю что людям которым не свойственно заниматься бизнесом им проще легче быть наемными нормально быть наемным но и даже здесь очень советую искать определенные карьерные изменения и расти поднимаясь выше с другой стороны если у тебя есть способность вести бизнес возьми за правило делать это честно и делай бизнес и ты преуспеешь есть масса по всему миру нормальных верующих бизнесменов которые ведут свои дела и прославляют господа бога и управляют своими компаниями также как нормативные пастора управляют своими общинами и строят людей верили показывает по крайней мере свидетельство веры для своих неверующих сотрудников думаю что это очень положительная динамика